Демонстрация того, что власть считает нас грязью и рабами. Ахлобыстин жестко высказался о вечеринке садомитов, организованной Настей Ивлеевой. Но давайте обо всем по порядку. Недавно проведенная вечеринка блогерши Настей Ивлеевой вызвала волну общественного возмущения. Мероприятие, на котором присутствовали многочисленные звезды, превратилось в центр скандала из-за своих откровенных нарядов и астравагантной атмосферы, напоминающей непристойный ритуал. Прокуратура уже начала расследование по поводу этой шокирующей вечеринки. А правоохранительные органы посетили клуб, в котором проходило мероприятие. Также Российская Православная Церковь и многие общественные деятели выразили шок и осуждение по поводу проведенной вечеринки. Вот еще один российский известный артист шокирован в акханалии, который его коллеги по сцене устроили на вечеринке у Ивлеевой. Он считает, что всем участникам мероприятия нужно лечиться. Юлиан Васин был один из главных звезд 90-х. Он хорошо знает многих российских знаменитостей, но тем не менее никогда не стесняется говорить правду, которая многим не нравится. По признанию заслуженного артиста России, поначалу он просто не поверил своим глазам. Мерзость какая-то. Если крыша у них едет, то ее нужно останавливать, может какими-то успокоительными лекарствами. Артист должен быть примером для многих людей, примером для подражания. И если вот такие примеры будут раздеваться и плясать, то я не понимаю, к чему придет наше общество и наша молодежь. Сказал Юлиан. Также, по мнению артиста, если кто-то хочет оголиться и в таком виде скакать, как сумасшедший, то он может делать это у себя дома. Юлиан не понимает, почему подобным персонажам дают эфиры на федеральных каналах. Ведь многие участники этой вечеринки совсем скоро появятся перед россиянами на голубых огоньках. Васин убежден, что все это доказывает о полной деградации российского шоу-бизнеса. Я всегда говорил, что там, увы, у нас полный бардак. То ли эти артисты насмотрелись, как подобное происходит на Западе. Время для этих вечеринок совершенно неуместное. Бал сатаны во время СВО. Тут надо им определяться. Либо вы скачете в клубе, и там и остаетесь скакать. Либо работаете на концертах и воспитываете в людях самое лучшее и самое доброе. Заключил мужчина. Также мимо этого скандала не смог пройти мимо известный актер и общественный деятель Иван Ахлобыстин, который в настоящее время находится в наших новых регионах. Ахлобыстин заявил, что ребята Зе, которые находятся на линии соприкосновения, восприняли данное событие как личное оскорбление. Если кто-то из участников этой вечеринки появится на новогодних телешоу на федеральных каналах, это будет воспринято как открытое издевательство над ними и их близкими, как демонстрация того, что власть считает их грязью и рабами, у которых нет права на свое мнение. Написала Ахлобыстин в своей социальной сети. Также стало известно, что блогерша Настя Ивлеева столкнулась с угрозой административного ареста после организации резонансной вечеринки в одном из клубов Москвы. Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, утверждает, что Ивлеева может последовать за рэпером Николаем Васильевым, который уже понес наказание за участие в этом мероприятии. Первый уже арестован на 15 суток и, по моему мнению, Ивлеева окажется следующий, заявил Бородин, выразив благодарность силовым структурам за оперативное реагирование на явную пропаганду ЛГБТ. А что думаете вы, уважаемые зрители, по поводу всего происходящего? Пишите свое мнение в комментариях и обязательно поставьте лайк. До скорой встречи!